Всем привет! Здравствуйте, мои хорошие! С вами Лера. Добро пожаловать на канал. Сегодня посмотрим рабочие тетради по математике. В частности, это домашняя работа номер 4. Нам здесь нужно было просто расставить скобки, чтобы равенства стали верными. Ответ у нас уже был, поэтому наша задача посмотреть, как правильно дети расставили скобки. Кому нравится контент-ком формата лайк, подписка, комментарий, вы все прекрасно знаете. Знаете, что я вас безумно люблю. 24 плюс 36 разделить на 2 умножить на 3 получится 30. То есть, этот исходник был уже в учебнике. Вот эти скобочки поставил сам ребенок. Ну, правильно, 2 умножить на 3 получится 6. Все правильно. Это будет первым действием, это будет вторым действием. Здесь действие сделано неправильно, 60 нас здесь не интересует, но скобки расставлены правильно, потому что по итогу получится 30. Там есть одна тетрадочка, где расставлены порядок действий и промежуточный результат. Я тоже вам попробую ее записать, чтобы вы видели, как должно быть. Дальше идет у нас вторая. То есть, видите, то же самое, только ответ разный. То есть, все зависит от скобок. Здесь у нас скобки должны стоять. Правильно, 24 плюс 36 получится 60. Затем мы 60, это 80, что ли? Не понимаю, что это за число. А, это 30. 60 делим на 2, получается 30. И 30 умножаем на 3, получается 90. То есть, это правильно. То есть, мы можем сделать вывод, что данный пример правильный, и этот пример правильный. Дальше, 24 плюс 36 разделить на 2. То есть, то же самое, но мы уже не можем здесь получить 90. То есть, если здесь скобки расставляются так же, то здесь уже у нас с тобой не получится ничего. Поэтому здесь скобки стоят неверно, и мы ставим минус. Это неправильно. Следующее, 20 умножить на 9 минус 6 разделить на 3. Тут вообще мне почему-то скобки не доставили. Но хочется сказать, что они поставлены тоже неверно. Ну, тем более, она одна. Даже нельзя сказать, да, что они поставлены неверно. Она одна. Это минус, это минус. Дальше 20. Ну, то же самое я не буду уж повторяться. Здесь должны быть... Здесь скобки расставлены правильно. Смотрим. 6 разделить на 3 будет 2. 2. 9 минус 2 будет 7. 7. 20 умножить на 7. Сколько будет? 140. Правильно. То есть, где этот пример правильный. Здесь у нас скобочки почему-то тоже стоят неверно. Вот как раз-таки здесь скобки должны стоять наоборот. То есть, мы 9 и 6 должны вставить в скобки. А здесь у нас этого нет, поэтому мы ставим минус. Итого, у нас с тобой есть 6 примеров. 1, 2, 3 сделано правильно. 1, 2, 3 сделано неправильно. Значит, мы такую оценку с тобой ставим правильно. Это тройка. Это тройка. Ну, за внешний вид пятерка я, в принципе, ничего против не имею. Вы знаете, что вторая оценка, она, в принципе, совсем-совсем не важна. Напишите в комментариях, ставят ли вам вторую оценку. Она идет, знаете, как за аккуратность, за правильность написания буквы, за чистоту. Потому что многим непонятно в комментариях, что это за вторая оценка. Поэтому я каждый ролик стараюсь объяснять, за что это оценка. Поэтому обязательно пишите, делитесь, как у вас в школе с этим дела обстоят. Вот, кстати, это вот тетрадочка, которую я вам говорю, что хотела показать. Это просвечивает. Моя писанина просвечивает. Конечно, моя. Чья же еще там. Вот, значит, смотрим. Видите, здесь у нас уже стоит промежуточный результат. У нас с тобой страницы загибаются. Ну, это как обычно. Значит, двойка такая интересная. Слушайте, вот в первом классе учишься одинаково, а все равно они выходят по-разному. Что за двойка такая? Похоже на крючок для ловли рыбы. 24 плюс 36, так, здесь стоит правильно все. То есть, да, 24 плюс 6 получается 30. То есть, здесь скобки стоят правильно. Здесь у нас с тобой скобочки стоят правильно. Здесь 60, 60 дели на 2, 30. 30 умножай на 3, получится 90. Здесь скобки стоят правильно. Верно, это мы тоже. Смотри, да, каждая цифра должна жить в своей клетке. Вот как уместила, видимо, мамка пришла, да, как бы проконтролировала. А может самому, как бы, ну, что-то у него вот тут вообще все съехало. Как-то вот непонятно, да. Вот за это, кстати, тоже оценку можно снизить. За то, что у него находятся цифры не в своей клеточке. Здесь у нас с тобой стоит все правильно. Я смотрю здесь промежуточный результат. То есть, 36 разделить на 20, 18. Да, тут вот 42 у нас с тобой получается. Или сколько здесь получается? Я не вижу, если честно, сколько здесь получается. Да, если честно, и не очень интересно мне, сколько здесь получается. Вообще здесь 60 получается. Я не понимаю, что это такое. А, он, а, он, вот первое действие же. В общем, это совсем не важно. Самое главное, чтобы скобки были расставлены правильно. Здесь скобки расставлены правильно, поэтому мы ставим плюс. Верно. Дальше здесь у нас скобки стоят правильно. Вот настолько маленьким шрифтом еще карандаш толстый. Вообще не понимаю, что за числа. То ли, ну, 180. Это я понимаю. А это, ну, 174. Но это потому, что я уже знаю. Я уже сама посчитала. Я уже, в принципе, понимаю, да, вот, ну, что здесь должно было быть. Здесь скобки у нас тоже стоят правильно. Здесь у нас с тобой скобки стоят правильно. И здесь у нас с тобой скобки стоят правильно. А вот тут, знаешь, чего неправильно? У нас здесь не 100, у нас не 58, у нас должно здесь 140 получиться. То есть, он просто, ну, перепутал. Это не ошибка. Это не ошибка, потому что скобки он расставил правильно. Просто он число неправильно списал. То есть, посмотрел, видимо, на тот же самый пример. Это не будет ошибкой. Просто как недочетик небольшой возьмем. И так, здесь у нас с тобой скобочки тоже стоят правильно. Поэтому вот такая вот у нас пятерочка. Слушайте, а вы любите заходить и говорить, а у вас дети только на двойке учатся? Нет, не только на двойке. У нас еще и пятерки бывают. Но за внешний вид тройка я, ну, думаю, что ни у кого вопросов не возникнет. Потому что я уже объяснила критерии, да, зачем эта оценка, почему эта оценка, для чего эта оценка вообще в принципе нужна. Так, подожди, а куда я делаю уже проверенную тетрадь? А, она подо мной. Господи, я думаю, почему, думаю, куда я делаю еще одну тетрадку-то проверенную, а она подо мной. Значит, давай еще смотреть. Вот здесь домашняя работа, она написана с той стороны. Я уж не буду 10 раз вихлять туда-сюда страницы, дабы не портить ничего. Поэтому смотрим. Четвертая. Подожди, а там есть домашняя работа? Домашняя я вижу домашнюю. Так, давай достанем. Слушай, чтоб не мучиться. Давай достанем и посмотрим. Всегда, знаете, проверяешь, а потом думаешь, блин, а я вот тут точно проверила. Вижу домашняя, вижу здесь. А, там домашняя вообще написано. Видите? Вот здесь домашняя, а д какая странная. Вот, да, проверяешь математику. Домашняя, то есть тут я должна быть, работа. Ну все, ладно, окей, договорились. Здесь у нас все нормально. Дальше едем. То есть в этой тетрадочке. Так, хочу смотреть. Уже не... Боже, что они наворотили мне, ребят. Но я вот, я не перестану сваливать все уже на конец апреля, начало мая. Сколько мы в мае учимся? Два понедельника, если не полтора. И я вот всегда вот такие вещи сваливаю на... И как ты знаешь, пытаешься внутренне оправдать. Что понаставили, чего понаписали. Зато, смотри, почерк какой красивый, да? Вот в прошлой тетради пятерка, но почерк подвел. Ну не то, чтобы почерк, а написание вот именно. Здесь все хорошо, но я вижу, что здесь вообще мы улетели не туда вообще. В стратосферу, не то, что в стратосферу. Мы улетели полностью. Мы скобки здесь понаставили на бум, скорее всего. Но я другого не вижу здесь оправдания. Просто списал и просто понаставил на бум. Потому что если все это взять и пересчитать, вот если прям взяться и начать пересчитывать, то мы с тобой можем понять, что это вообще результат не тот, который должен получиться. Да, а здесь видно, что не пересчитал. О, вот тут скобки, кстати, правильно поставлены. Здесь, кстати, скобочки поставлены правильно. Ну вот из шести один правильный. Делайте выводы, какую мы оценку поставим. Это двойка, это двойка. Но за внешний вид зато пятерка. Вот такой у нас сегодня, ребят, контраст. Прожимайте лайк, если вам нравится контент такого формата. Если согласны, если не согласны, пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь. Вы знаете, обратную связь я обожаю. Читаю каждый ваш комментарий. Иногда даже, кстати, прислушиваюсь. Иногда мы там с вами общаемся. Вот такой вот контраст у нас бывает. Согласны вы или не согласны? А то скажете, вот, как за домашку двойку поставила. А вдруг ребенок, знаете, вы тоже в комментариях, между прочим, очень любите их оправдывать. А вдруг ребенок там не дождался маму? А вдруг он там был уставший? Или еще что-то. В общем, семь пятниц на неделе. 24 плюс 36, это все тоже не то. А я и понять не могу. Они посписывали друг у дружки, что ли, или что? Я не могу понять. А где у меня прошлая цитратия? Я опять ее там оставила? Она опять у меня внизу. Я вниз оставляю и забываю про них. Нет, нет, нет. И еще раз нет. Здесь правильно. Это верно. Это у нас с тобой нет. Скобка первоначально поставлена правильно, а вот тут уже, поэтому сделаю небольшую, знаете, небольшую подсказку, сделаю ребенку и зачеркну только одну скобку, чтобы он понял, что начало скобки у него правильное. Ну, я все равно засчитаю это за минус, потому что это неправильно. Здесь у нас с тобой скобка стоит правильно. Вон мне птичка в окошке подсказывает. Говорит, пиши, Лера Николаевна, правильно все. Здесь у нас с тобой стоит скобка неправильно. Открылась она правильно, да, а вот закрылась она немножечко не там. Неправильно. Минус. И здесь у нас с тобой тоже правильно. Видимо, последний пример самый легкий, потому что что-то они как бы уже вторая тетрадка подряд, все что угодно неправильно, а последний пример правильно. 1, 2, 3 на 1, 2, 3. То есть 50 на 50. Половинка. Ровно половинка из такого маленького домашнего задания выполнена. Поэтому мы ставим смело тройку и смело ставим пятерку за внешний вид. Знаете, некоторые учителя снижают оценку за то, что здесь не три клетки. Да, вообще по правилам нужно три клетки, в четвертой пишут. Иногда некоторые учителя снижают и за это оценку. Но это не принципиально. Я уж не буду вдаваться, знаете, вот в такие какие-то, а то еще напишите мне в комментариях, скажете, а вообще детей замучила, еще к клеткам придирается. Вы знаете, я встречала такие комментарии, между прочим, которые говорили мне о том, что что ты придираешься к клеткам. Я думаю, ну, ребят, я же работу свою делаю. Меня же в педе учили придираться. А вы думали, чему нас там учат? Нас учат придираться. Ой, аж вообще не уместилось. Смотри. Вообще не уместилось. Домашняя работа аж в две строки. Куда строчил? Непонятно. Ну, вот тут, кстати, хорошо. Скажу я вам честно, потому что клетки, вот когда между столбиками две клетки, это замечательно. Правильно. Уже вы, наверное, выучили, что должно быть правильным. Здесь у нас с тобой правильно. Ни промежуточного результата, ни порядка действия. Здесь не обязательно было это выполнять, потому что в учебнике написано просто растаясь в скобки. И я ничего не говорила про промежуточный и так далее. Поэтому, если вот мы видели во второй тетради промежуточный результат, как бы это приветствуется, но это не значит, что оно должно быть у всех. Для меня самое главное, как ты расставил скобки. Здесь у нас с тобой неправильно, то есть закрылась правильно скобка, а вот открылась неправильно. Опять такую мини-подсказочку оставляем ребенку. 20 умножить на 9 минус 6. Правильно. Это верно. Здесь у нас с тобой опять скобка открылась правильно, а закрылась неправильно, поэтому это минус. И тут у нас с тобой, ай-яй-яй, вообще ничто не совпало. Это у нас с тобой тоже минус. Опять 3 на 3. Вот, да? Опять 3. Вот ровно в половину. Вы знаете, я для вас всегда подбираю самые такие интересненькие, где можно покопаться, где можно какие ошибочки разобрать, да? Чтобы вот не впрямь все отлично-отлично, то есть смотреть будет неинтересно. В каждом классе есть такие тетрадочки, в которых можно покопаться, пошуршать, да? Вот мы с вами сегодня пошуршали. Я думаю, что вы не будете против, если я поставлю тройку за данную работу, а за внешний вид я поставлю пятерку. Вот такая вот у нас сегодня была небольшая, аккуратненькая, маленькая проверка рабочих тетрадей по математике. Это была домашняя работа. Обязательно пишите в комментариях, на какой страничке вы сейчас работаете. Ну, как всегда, приветствуются абсолютно любые комментарии, читаю каждый, безумно люблю, безумно благодарна. Подписывайтесь, прожимайте лайк, жду вас в телеграм-канале по ссылочке в описании, если вы еще не подписаны. А мы с вами прощаемся. Всем желаю хороших выходных, с наступающим вам... Вам, 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 вам сейчас вообще загавкаю, да? С наступающих вас всех праздниками и до скорых встреч. Люблю. Пока-пока.